Петропавловск В результате 20-летний горожанин получил огнестрельное ранение. Врачи ампутировали ему ногу. Петропавловск Петропавловск – хороший город, люди здесь хорошие, можно сказать. Ну, небольшой город, в принципе. Здесь живу уже с детства, с 97-го года. Сейчас мы вот едем в сторону моего района, где я родился. Можно сказать, вырос рост непосредственно. Ну, получается, без накида 2017 года с 30 июля. Получается, после работы направился к друзьям, ну, может быть, с кем тренируюсь. Там как бы немножко понаходился и собирался домой. Ну, как бы с ребятами зацепился и получил, получается, дробовое ранение в левую ногу. И пришлось ампутировать ее. Как бы просто в детской областной больнице меня доставили туда. И, получается, я там ждал скорую, может, третий совет. И вот, и как раз в этот момент потерял много крови. Можно сказать, чуть даже, ну, не отправился на тот свет. И вот и пришлось, ну, экстренно ампутировать. Ну, и раздробило просто мышцы. Не мышцы, а, получается, вот где коленный изгиб. Получается, вот здесь у меня был коленный изгиб. И примерно, ну, примерно вот, вот на изгиб прям попало. Было тяжело очень. И потом, получается, я, не знаю, собрался как-то. Меня всегда поддерживали. Всегда вот, ну, самое главное, я думаю, это поддержка. Когда ты, ну, кому-то нужен. В первых дней, как потерял ногу, у меня какого не было. Я, наоборот, старался успокоить родителей. Я за них очень тоже сильно переживал. У меня нет, наверное, в первых дней. Многие родители, в первых дней, в первых дней заболеют насчёт. Такая ст 처ome. Потом, когда я бросил, я, наоборот. Ставимlin, он рассказал. Ну, что она бросила. Да, зачем мы бросили? У меня бросили. Ну, это не бросили. У меня бросили. У меня бросил. У меня бросил по опасным. Вот я бросил. обжатты операция опыта это ты болды операция он бездосовая киргизбет посолы ренимация деда екогонды и жатты содангенгана у меня истегенгезде мену зимынка жағдай мөттен ашырлап қалды просто уже жылай жылай көз жасында таусылды осы мен ойлағанда жоқ пыншто баламны остай аяғынан айрылқ қалатыны жастайынан әлі бұның болашағы алда ғой сол әлді қазір жылайтында күндөрім болады ерболу маладец аллаға шүкір өзінің есімен мене қазір чемпион қазақстана болуатыр бұл келгенде ұжымашинамен олар ұштосып отырыпты екі машинамен бұпты ерболылдар бір машинамен келген ерболмашинеден бір-үш түсконғы қасындағы жолдастарын айтып ұйпасыз етте епроса пагавару сөйлесең деп тока машинеден үшкенде олар сұраду ата бастапты сонда сол ғаяғына тиіп отыр ғой баламын мен ауыл ағанда жоқтын деп жұты олар сұраду деп тимбол баллар ойнал баллар ойнал жүрген жерде олай атып деп кісілер жүрген жерде олай сеттін деп 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 мен ашы ойлы ағанда жоқтын деп деп дейті а кешелерін тәрбиелер дұрс нет тәрбие бермеген қымбат мәшін сондайлар мен жүр құтырат көшеді деп дискотегада көрмңдергі тисыд сонда естісім ғы баналастыр Бектасыпты, Аушахмановтары выкапилісе шықты сonly бектасыпқа не берді ұсловно Аушахманов выкапилсі өзі осын бені ғылар, қайтадан тағы дұ Forever ogie күйтті деп 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 күйтті сонда Ну, очень, вообще, помню у бабушки, ну, мне тетя рассказывала, что важно, как бы, инфаркт был. И у дедушки тоже, он, как бы, никогда вообще, он сам мне всегда говорил, никогда не нужно плакать. Он, важно, ну, рыдал, можно сказать. Когда он вообще человек, такой человек, который никогда в жизни не показывал свою слабость. Её было мало, чтобы он не понимал. На данном случае папой я не знаю, не знаю, я ниorsё, ни спорта. Тогда я не знаю, не знаю, лишь бы ли я делать. Я не знаю, ничего не знаю. Он не знаю. Который, я знаю. Ну, он был такой всегда, такой мужественный, но он меня ругал всегда, но он не просто так ругал, но он жесткий он был вообще. Ну, после травмы, да, были там сложности, как-то этот, с первой как-то этот, ну, я как бы начал сразу осваиваться, я сразу сказал, что я не сдамся. Если, как бы, у меня с самого начала был такой, ну, никогда не сдаваться в этой жизни, если ты, это, аль-хамделя, чтобы он жив остался. И, наоборот, благодарен всевышим, что он мне дал, может, еще один шанс. Ну, после операции я уже начинаю тренировку вроде. Ну, как бы, у меня здесь есть, как во дворе, получается, уже отжимания начал. Как дома приехал, через где-то полторы недели меня уже привезли домой, я как бы уже не хотел находиться в больнице. И все равно как-то это тебя мотивирует, ну, и ты хочешь заниматься спортом, ну, там, чтоб, не знаю, вдохновлять людей. И надо, как бы, надо быть сильным. ПОКАТИЧЕСКАЯ CERREI ПОКАТИЧЕСКАЯ CERREИ Продолжение следует... ПОКАТИЧЕСКАЯ CERREИ ПОКАТИЧЕСКАЯ CERREИ Смотри, ты просто делаешь, смотри, ты стараешься, вот, ты должен обмануть, смотри, ты отсюда делаешь, ты крестаёшь, ты на Кимуру уходишь сюда, в Кимуру уходишь, и вот, а потом ты ложишь, видишь, он уже не даёт, он локоть всё больше прячет, отсюда вот, оттолкнул, смотри, хоп, закрыл. Уходи, уходим, уходим кого-то, кого-то вы хотите ему Кимуру сделать, а один просто прячешь руку. Ну, грэплинг, как шахматы, здесь надо думать уже наперёд, если, например, один приём не получился, надо уже на другой переходить, там, ну, баллы где-то заработать, ну, надо думать головой. Здесь чисто физически ты не вывезешь, здесь надо технически, в основном техника всё решает, техника превосходит, всё. Ну вот, получается, мы вот с ним тренируем, вот, он мне помогает. Я как бы специально это собрал, чтобы этот, как бы, не ходить по залам, но это как моё хобби, и всё, и вот. Какие порты тренируешь? Уже. Дима, сколько мы тренируем? Можете, уставай. Почти, год? Стоп. Ну, не больше, год. Вот эти медали, Parter Pro, это я боролся после травмы, ну, Parter Pro 7. Ну, вот третье место, да, да, это вот у Саптими, у Руслана Щегени, вот, второе место, я, получается, боролся на два веса, на 71 и на 66, на 71 я стал третьим, на 66 стал вторым. Это вот недавно, вот, ну, такая прикольная медаль, Солст Субатеры, в Кустанайской области проходился турнир по гребнигу, UW, там я, получается, выиграл три схватки и четвёртую в финале проиграл по баллам, 8-2. Это вот по паролыжным гонкам, ну, единственная, вроде, медаль в Казахстане, ну, именно среди казахстанских медалей, это вот по паролыжным гонкам, занял первое место. Мы в спорткомплексе Хворкен, в городе Талдыкурлендж, на чемпионатик Казахстана, погреблен. Настроен, ковер покажет, пусть победит сильнейший. Противников много здесь достойных, но очень сильные здесь, будет, конечно, тяжело. Буду провязывать свою борьбу, у них у каждого здесь своя борьба, у каждого делает свою работу, здесь каждый приехал побеждать. Здесь разминивший зон. Сейчас будем делать всё, что в моей силе, конечно. Ну, вообще жарко, все настроены на победу, только каждый борется за балл. Ну, до финала, вроде, три сладки надо провести. Так-то, конечно, мне надо больше обыграть соперников, потому что у них они более, как бы, у них физически более, ну, и как бы, и у меня есть плюсы, и есть минусы. Где-то за спину, если зайти мне, вторую ногу можно не заправлять, только одну. Тем более, здесь каждый человек приехал со всего Казахстана, я думаю, никто здесь не собирается друг другу отдавать победу. Там каждый собирается бороться до конца. Ирбова я знаю по инстаграму, это человек ходячей мотивацией, это человек, который всем своим видом показывает, что можно, несмотря на некоторые испытания в жизни, бороться, выигрывать. И это пример для тех, кто никогда в жизни тяжелее чайной ложки не поднимал. Это человек, действительно, мотиватор, как Марат Балаев, только это казахская версия. На джиу-джиксе, кубок Астаны, когда был, я видел, как он боролся, и весь зал аплодировал, это действительно, весь зал аплодировал. Если так посудить, да, вот, люди, которые есть все, да, живы, здоровы, они не могут лениться, а это человек, который ограничен. Но эти ограничения, он показывает, что не он ограничен, а мы ограничены своим желанием, своим настроем. У него действительно сердце чемпиона, ливиное сердце, я только рад за него. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Ну, последняя садка, это, можно сказать, с одного клуба. Ну, садкин, когда приезжает, вот там, Жаркан-Джора, Жаркан-Матч, ему он этот. Мы до этого встречались тоже, я ему тоже проиграл, и вот второй раз тоже. Клюшку просто. Ну, ноги я просто не терплю, он клюшку сделал, и я не стал. А так, мы, ну, с Жарканом сразу, я ему сказал, до конца бороться, ну, чтоб не отдавал, как он говорит. Ну, достойно, достойно, здесь надо достойно выиграть. Я сюда не приехал, чтобы мне дарили победу. Проиграл, проиграл, значит, так надо. Я могу сказать уверенно, что паралимпийцев, если вы будете показывать результат, то вас будут поддерживать. И нужно заниматься спортом. Если вы в спорт уйдете, даже если вы не нашли где-то себя в жизни, не нашли где-то в бизнесе, тогда в спорт никогда не поздно прийти. Ну, конечно, это борьба для меня хобби. На первом месте у меня паралимпийский видоспорт. Это параллыжные гонки. Сейчас там в основном весь акцент туда уходит. Некоторые приходят, говорят, вот, я не смогу, у меня этого не получится, потому что, ну, есть какие-то ограничения физические. Ну, то есть в нашем спорте, в паралимпийском, у каждого есть свои ограничения, и там разные люди выступают с нарушением зрения, с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением ДЦП. У каждого они делятся по классам, получается, мотивируются. Ну, это же как карьерный рост, получается, работа, то есть за которую получают деньги в будущем, если будут хорошие, показывать результаты. Как бы это очень важно. Ну, думаю, что то, что со мной случилось для меня просто, ну, я думаю, что это для меня испытание. И как бы я это испытание, думаю, прохожу, хоть и медленно, но уверенно к своим целям. И постепенно, я думаю, начала дойду к этим целям. Думаю, что то, что это все для меня, ну, я жив, счастлив, живу, радуюсь жизнью. Как бы, и ни о чем не жалею, иду только вперед. Ну, я справляюсь, всегда борюсь. Каждый день для меня борьба. Если все, что происходит, пусть оно как бы и происходит, ну, я думаю, не нужно о чем-то жалеть. Нужно, наоборот, принимать все удары. Ну, быть сильным не то что физически, а как бы быть сильным внутри, как бы, с сильным духом. Субтитры сделал DimaTorzok